Здравствуйте, дорогие товарищи! Начинаем очередное занятие Красного университета Фонда Рабочей Академии Ленинградского интернет-телевидения У нас сегодня семинарское занятие Посвященное философскому учению о сущности явлений Будем изучать сущность, погружаться в нее Зовут меня Юрков Кирилл Валерьевич, я кандидат технических наук Товарищам было предложено какое-то количество вопросов Связанных с тем предметом, который мы будем сегодня рассматривать Я предлагаю пойти нашим обычным путем В самом начале мы выслушаем товарищей, которые присутствуют здесь Те, кто хочет высказаться по поводу вопросов, которые были предложены Коротко поговорим о том, что товарищи приготовили Потом я расскажу о тех работах, которые я проверил Их, надо сказать, было не очень много Что меня очень порадовало Потому что, конечно, проверять 150 работ Хуже, чем проверять 50 работ Но примерно где-то 50 работ пришло Я их проверил И я хочу отметить, что товарищи, которые, по крайней мере, писали Качество работ очень высокое То есть видно, что товарищи читают науку логики Что товарищи слушают лекции И не только ту лекцию, которую прочитал Михаил Васильевич Потому что я тоже посмотрел эту лекцию Лекция-то отличная Но из нее там все вопросы, которые были заданы Естественно, не выводят никак Вот, значит, видно, что товарищи смотрят И другие лекции Красного университета И кружок, видимо, смотрят Гегелевской диалектики, которую ведет Михаил Васильевич Ну и самое главное, еще раз Читают науку логики Гегеля И причем ее не переписывают так Как бы кусками как-то вырывая А именно осознают, что там написано Сохраняя точные формулировки Излагают, ну, в каком-то там В своем порядке Не так, как это То есть это не копипейст какой-то из Науки логики Ну что, давайте Кто хочет выступить по предложенным вопросам Кто хочет попробовать? Что-то как-то не очень То есть с сущностью у товарищей проблемы Ну, это понятно В любом порядке вопросы? Да, в любом порядке давайте Если вы там с самого начала не готовы Вопросы как с самого первого Давайте Начать Давайте Добрый вечер, меня зовут Григорий Кузьмин Слушатель Красного университета Я хочу рассмотреть категорию противоречия Поскольку она является у нас, наверное, центральной О которой все говорят всегда Когда начинают изучать марктизм Что противоречие является двигателем развития Так вот Как положено в диалектике Нужно чуть-чуть уступить назад Чтобы рассмотреть какую-то категорию Перед тем как раз Сразу же я вам замечу Что как бы мы Конечно, это хорошо, что вы сказали Про двигатель развития Но вообще С точки зрения категории и определения Никаким двигателем развития Противоречия не является Оно является основанием любого движения И развития в том числе Ну да Тут двигателя здесь никакого нету Это же не какой-то там агрегат Вот, отступим один шаг назад И вспомним, что перед тем, как Гегель Выводит противоречия Он говорит о противоположностях Вот Противоположности, взятые сами по себе Они не образуют никакой связки Вот Они, поскольку это противоположности Находятся в единстве Поскольку что-то Нечто, которое предполагает свое противоположно Оно с ним связано Иначе мы не видели бы никакой противоположности И в этом единстве Две противоположности Становятся уже не непосредственными Не взятыми сами по себе А опосредственными То есть моментами этого единства Вот И поскольку в каждом из них еще отражается Своя противоположность То получается в каждом моменте есть И вот это нечто И его противоположное Так, а вот это вот вообще Вот эти пары Откуда они берутся Вот в явлении В учении о сущности Вот эта парность такая Да, действительно В противоречии Ну, как бы Вы правильно говорите Два момента Да Две стороны Откуда эти пары берутся Вообще В учении о сущности Ну, с самого начала Здесь бытия Еще берутся с чистого Нет Нет Вот эти определения Такие парные Они появляются Только в учении о сущности Существенные и несущественные Это тоже как бы пара Но такая пара Внешнего Внешнего наблюдения Видимость Это еще не парная А потом начинается Рефлексия уже фактически И получается Рефлективное определение Они парные все Почему так происходит Потому что рефлексия Это отрицание Ну, это как бы да Мы берем То, что мы находим В следующем В каждой категории Не как бытие А как его отрицание То есть у нас есть Бытие и отрицание Получается пара Ну да Вы правильно говорите Мы как бы Когда любое определение Сущности Которое мы нашли Мы его берем как бытие И нам сразу Тут же надо отрицать И как раз Это отрицание Само определение Его отрицания Образует эту пару Рефлективных определений Хорошо Так Давайте вернемся К противоречию Имея в виду То, что мы сказали Как-то можно Ну да Давайте определим Что такое противоречие Еще до конца Мы все-таки до этого не нашли Противоречие Это единство И борьба противоположностей Так Вот И поскольку они находятся Единствия То они становятся спокойными И это спокойное Идет в основание И образует основание А вот вы В науке логики Гигеля Найдете такое Единство и борьба Противоположностей Определение противоречия Это правильно Определение Не знаю Вот Владимир Ильич Его использовал Да А вот у Гегеля Нет такого Никакой единственной Борьбы противоположностей Ну потому что Как Владимир Ильич Это Более материалистически Так сказать Излагал В этом смысле Как Близко к материалистическому Такому Толкованию Но У Гегеля Ничего не хуже сказано Более того Я бы сказал Мое мнение Что у Гегеля Сказано Более остро Отточено Как он определяет Противоречие Это рефлексия Вообще говоря Тоже рефлексия Противоречие Тоже рефлексия Но какая Это специальный вид рефлексии Такой Вот когда мы говорим Единственная борьба Противоположностей Можем сказать Что противоречие Это борьба Противоположностей Можем Так А можем сказать Что противоречие Это единство Противоположностей Конечно Нет Не можем Почему Вот если они полагают Друг друга Это не значит Что они Может быть Что-то в единстве Полагать друг друга Но при этом Не находиться в борьбе Вот так получается А если мы находимся С вами в борьбе То мы друг друга Предполагаем Уж точно Вот И в этом смысле Заметьте У Гегеля Противоречие Определяется Как исключающая Рефлексия То есть Есть рефлексия Есть эти две стороны Противоположности Да И каждая из сторон Исключает другую Но если она Исключает друг друга То она значит Что И предполагает Да То есть Там Из того Что рефлексия Исключается Исключающая Она является Автоматически Полагающей рефлексией То есть Если я вас Исключаю Естественно Что вы тут Присутствуете Вот Поэтому Если мы говорим О примерах Можно поговорить Если мы говорим Например О классе капиталистов Когда мы говорим О классе капиталистов И что они В борьбе находятся То мы имеем ввиду Что есть рабочий класс Потому что Если рабочего класса нет То нет класса капиталистов И то что они в борьбе находятся Это Вот Это исключающее То есть Они исключают друг друга Но Это исключение Автоматически означает Что они друг друга и полагают Поэтому Точное определение Противоречия И исключающая рефлексия Все Очень коротко Очень лаконично И очень понятно С моей точки зрения как с вашим вот отлично так что-то еще хотите сказать у вас там да потом противоречие уходил основанием начали говорить да так уходит в основании и на основании появляется основаны да и опять парная парная категория по появляется основание основанное хорошо вместе они взаимодействуют через условия да и получается существование да и вот в этой категории существования такая специфическая вообще говоря я там видел в этих в ответах а может быть михаил васильевич он так говорил что существование это выявленное сущность выявлено бытие это или как как-то там сейчас да что-то как-то слово сказано что бытие там через которое уже сущность видна вот как так но это вообще вообще-то верно к по отношению к понятию но здесь действительно существование это первая категория в котором уже бытие которое бытие вот как проявляет проявляется уже вовсю потому что существование уже связана с бытьем тут непосредственно связанно с бытье пока мне все дальше дальше явления уже явления на бытие точно есть все мы знаем что явление быть есть действительность тоже уже бытие ну а потом уже к субстанции до core это уже вообще быть я все пришли быть иуется мы начинаем возвращаться быть юз категории существования в этом смысле получается что изучает начиная с сущности мы идем через отрицание вниз не мира основание а потом уже обратно через бытие к бытию да ну да хорошо спасибо так кто-то еще хочет выступить вот есть же простые вопросы 1 2 опрос 3 так выступить никто не хочет ну давайте тогда посмотрим на те ответы которые прислали может быть товарищи после этого выступить захотят да все к работа которая проверил я все поставил зачет там кому-то зачет замечания но еще раз дальше абсолютно без каких-то не кривя душой могу сказать что вот в этот раз ответы такие видно что люди серьезные которые изучают эту тему пишут какие-то разумные очень толковые соображения свои по этому поводу так что мне очень понравилось давайте посмотрим вот и иван викторович его викторов прочитающие здесь сразу хочу два замечания сделать общего плана первое замечание когда вы пишете номер ответа ну это некоторые пишут там три и пишут что то я не знаю что такое 3 и читаю на что человек отвечает на пункт 3 какой-то ну понятно что были какие-то вопросы но вы когда отвечаете на какой-то вопрос будет сформулируется на что вы отвечаете а то получается 3 и что-то там как бы какой-то мне можно и ну хорошо не вопрос вы там определяете противоречие вы там пишите противоречие это или там в конце где-то надо прийти противоречию или это есть противоречие там, то есть бывает просто какая-то фраза, ну, совершенно вырванная из контекста, непонятно, к чему она относится, это обычно как раз к ответам, которые в которых по одному предложению написано, одно предложение, но одно предложение, если написано, то добавить-то что-то можно, ну, хотя бы название вопроса, на какой вопрос отвечают? Это первое, второе, есть товарищи, которые пытаются ответить на все вопросы, я вот не знаю, что вы хотите этим показать мне что вы очень хорошо знаете лучше рассмотреть два вопроса даже надо было взять так нет вы же больше вероятность того что сделать ошибки ошибок в 7 вопросов больше чем вероятность от того что вы сделать ошибки ошибки в 3 вопрос если вы как бы берете 7 вопросов то вы можете выбрать 3 котором вы уверены и как бы показать свое знание значительно лучше поэтому мы не надо на все вопросы отвечать выберите 3 вопроса которые там вы лучше знаете лучше всего владеете точнее всего и ответьте на них так значит отвечает вопрос это комментарий к ивану викторовичу викторов не относится я как бы сразу хочу сказать я просто сказать водная водная часть у товарища викторова все понятно на что он отвечает если вот первые два ответа очень хорошие 3 даже да вот да товарищ викторов все-таки отвечает на 4 вопроса и как раз на четвертом мне тут это хочется придраться но придраться так сказать такая придирка уж совсем легкая значит пишет товарищ действительно это закономерное что есть на поверхности явления что за поверхность явления то есть вы действительно вот мы очень часто когда говорим про явление говорим про поверхность там океана да но это же такая метафора никого никакой поверхности у явления нету как так вот такового и поэтому действительно это можно Я могу просто сказать, это закономерное в явлении, и все. Давайте поподробнее. Закономерное в явлении, что значит я сказал? У нас есть закон и явление, это парные категории, и мы знаем, что в явлении есть то, что соответствует закону, а есть что закону не соответствует. Как раз мы говорим, что в явлении мы можем увидеть все богатство формы и содержания, но при этом есть то, что именно соответствует закону, то есть то, что является закономерным. А что такое закономерное в явлении? Как можно сказать про закономерное в явлении? Что это такое? Что мы ищем в явлении? Что соответствует чему? у закона сущности, потому что закон в явлении – это и есть сущность. Поэтому, когда говорят, что является, является закон, то есть, когда мы видим явление, это мы видим явление закона, но и в том числе явление сущности, потому что закон – это и есть сущность, это определение сущности в данном случае. И в явлении тоже сущность есть, там есть что-то закономерное, и вот то, что в явлении закономерное – это действительное. Так, ну и мы Тут можно поговорить. Давайте про действительное поговорим немножко попозже. Давайте пойдем дальше пока. Так. Дмитрий Алексеевич Глушков. Пишет. Отвечает на все вопросы слитно. Без параграфов. Ну хорошо. Экономит, видимо, на один символ перевода каретки. Так. Рассмотрим бытие. Возьмем отрицание бытия. Да, на первый вопрос товарищ отвечает. То есть показывает, что сущность есть снятое бытие. Рассмотрим бытие. Возьмем отрицание бытия внешнее. Получим еще одно бытие. Как это так? То есть мы отрицаем бытие внешнее. Получаем еще одно бытие. Нужно еще это бытие отрицать. Еще одно бытие. И так бы бытие, как бы оно множится. Такого не происходит. Дальше пишет. Если взять отрицание внутреннее, получим отрицание сферы бытия, но при этом удерживаем бытие. Ну неправильно вы излагаете. Что значит внешнее отрицание и внутреннее отрицание? Не до такого. Такое снятие бытия есть сущность. Ну сущность есть бытие в снятом виде, потому что поскольку сущность есть отрицание сферы бытия вообще, или отрицание бытия вообще, то конечно сущность есть бытие в снятом виде. И здесь вот товарищи там в дальнейшем тоже делают, я не знаю откуда товарищи это берут, нигде у Гигеля это нет, что сущность есть отрицание наличного бытия или снятие наличного бытия. Не является сущность отрицанием наличного бытия. Потому что, ну например, можно сказать, что определенное наличное бытие, нечто, тоже является отрицанием наличного бытия. В нечто наличное бытие есть, оно снято. Ну вот, получается, что вы отрождествляете сущность с такими простыми категориями еще сферы бытия. Поэтому, надо понимать, что сущность это есть бытие, снятое вообще бытие. Всякое бытие отрицается в сущности. Любое. То есть бытие вообще. Вот, а почему, я так думаю, почему происходит такая путаница с наличным бытием? Потому что потом действительно мы должны рассмотреть сущность и бытие. Вот есть бытие, а есть сущность как снятое бытие. И действительно, вот мы рассматриваем бытие, оно имеет при таком рассмотрении внешнем свою определенность некую. Какую определенность оно имеет? Ну хорошо, сначала они просто рядом положены на самом деле. Есть бытие и есть сущность. И она тоже выступает как бытие пока. Вот мы просто ее созерцаем, пока не углубляемся внутрь. Но они, во-первых, они разные. Это очевидно, да? Что бытие и сущность это разные. Вот. И поэтому они в этот момент получают свое название как разные просто, рядом положенные. Какое название? Существенное и существенное. Вот, товарищ правильно говорит. Бытие это не существенное, а сущность и существенное. Вот когда мы наблюдаем бытие и сущности как рядом положенные, ничего о них еще не знаю. Просто зная, что сущность это отрицание всякого бытия. Тогда бытие не существенное, а сущность существенная. Вот как рядом два положенных. Теперь, возвращаемся к бытию заново. У нас это не просто бытие, а бытие, получившее свою определенность. Какую определенность бытия получила? Вот все бытие, сейчас я... Какую? Существенность. Нет. Отличная. Нет. А что такое определенность? Отрицание. Отрицание, так. А какое отрицание мы тут берем? Отрицание сущности, что ли? Правильно. Бытие находится рядом с сущностью. Вот пока в нашем умственном взоре. И сущность является ее отрицанием. Ну, правильно? Мы же только сказали, что сущность – это не бытие. Значит, сущность – это отрицание бытия. Поэтому вот бытие... Почитайте прямо вот это. Когда вот существенное, несущественное, я говорю, рассматривать. Значит, бытие является определен... Сущность является определенностью бытия. То есть у нас вот такое вот... А если есть определенность, то это наличное бытие. У нас бытие выступает как наличное бытие вот с такой определенностью сущности. Где сущность, его определенность. Вот такая вот хитрая конструкция у нас получилась. И вот в этот момент, когда мы вот эту конструкцию определили и увидели, что на самом деле это не просто у нас теперь бытие, а бытие с сущностью как определенностью данного бытия, это бытие становится видимостью. И вот в таком виде оно называется как видимость. То есть если есть бытие, его определенность сущность, сущность является его определенность, то бытие лишь видимость этой сущности. Вот так надо понимать. Вся определенность этого бытия, которое мы непосредственно рассматриваемся, она в том и заключается, что оно отрицание сущности. Больше ничего мы не знаем. Так, идем дальше. Существование. Снятое бытие в себе. Существование сущности существенное. Вот мы только что этот вопрос определили и товарищ отвечает на второй вопрос о существенном и несущественном и пишет. Существование, снятое бытие в себе. Ну это вообще, вы куда-то прыгнули и категорию существования хотите рассмотреть. А вам надо рассмотреть простые категории. Просто бытия и сущности. Поэтому про существование здесь не надо говорить. А дальше вы говорите. Существование сущности существенное. То есть вы схватили категорию существования, прицепили его к сущности существования, там категория потом появится, прицепили ее к сущности и называете это существенное. Это неправильно. Еще раз. Есть бытие, есть сущность, они рядом положены, внешнее наблюдение говорит нам о том, что они разные, и мы их называем. Одно существенное, другое несущественное. Все, мы зафиксировали, что они разные, они рядом положены и разные. Но нам надо сказать, что это же не одно и то же. И вот это существенное и несущественное просто фиксирует тот факт, что сущность и бытие есть не одно и то же. Вот в этом внешнем наблюдении. Да, тоже явление есть выход сущности на поверхность, то есть обретение формы. Тут нет никакой поверхности. Устойчивое объявление есть его законы. Это правильно. Рафаил Султанович Давлиев пишет, товарищ, на первый вопрос отвечает. Если мы интересуемся не поверхностью, опять поверхностью интересуется, товарищ, не наличным бытием, а подосновой, то это сущность. Какой подосновой? Что за подоснова такая? Где вы это взяли? Отрицание наличного бытия, снятое наличное бытие, называется сущностью. Вот товарищ почему-то думает, что наличное бытие, снятое, называется сущностью. Неправильно. Вся бытие, снятое вообще, отрицаемое вообще, называется сущностью. Сущность – это то, что не на лицо. Ну, как бы, да. Но она, кстати, к наличному бытию-то она потихоньку и пробивается потом, потому что субстанция – это уже наличное бытие. Так. Сущность – это снятое бытие. А потом вы сказали абсолютно правильно, в самом конце. Так сказать. Выплыли, долго плутали в тумане и вышли потом на светлую дорогу. Так. Леонид Иванович Журавский. Да, тут все вроде правильно у товарища Журавского. Но вот когда отвечает на седьмой вопрос, товарищ, а седьмой вопрос – это у нас явление и закон. Он отвечает так – явление, тире, когда сущность как существование с основанием выходит на поверхность. Товарищи, вот в принципе так в русском языке и в науке никогда ничто пишут. Никогда не пишут так. Когда мы что-то определяем, или тире ставят – это когда, или это когда. То есть там определение – это когда. Математическое ожидание – это когда. Так не говорят в науке. Поэтому пропускайте вот эти слова, паразиты, в данном случае это слово паразит. Потому что получается, когда сущность как существование выходит на поверхность. То есть, как это, получается, это момент времени, что ли? Явление – это момент времени, и это неправильно просто. Так, идем дальше. Вячеслав Владимирович Иванов. Да, вот товарищ отвечает на первый вопрос, и он придумал следующее. Что, да, вот товарищ как раз пример того, что без определения, на какой вопрос товарищ отвечает, пытается дать ответ. Отрицание сферы бытия в самом бытие. Написано – единичка, точка. Отрицание сферы бытия в самом бытие, точка. И дальше идет второй вопрос. Надо полагать, что товарищ говорит о сущности. Но сущность – это не отрицание сферы бытия в самом, кстати говоря, не в самом бытие, а в самом бытии, уж тогда. Но бытие не отрицается в себе самом. Оно просто отрицается. Вообще. Всякое бытие. И получается сущность. Так, второй вопрос. Сущность определенная, как наличное бытие, и бытие противоположное сущности. Да, это вот товарищ, наверное, видимо, отвечает на том, что существенное, а что несущественное. Ну, так можно говорить, да, но а что здесь существенное, а что несущественное-то. И третий вопрос. Да, я вот даже забываю, что у нас было в вопросах. Так, разность, различие, противоположность. Так. Так, рефлектированное в себя различие, целое и свой собственный момент, единство двух разных сторон. Ну, это просто какой-то набор, как бы набор слов. Непонятно, что товарищ, на что товарищ пытается ответить. Так, надо как-то более подробно. Вам достаточно символов, чтобы, ну, развернуть как-то это предложение. Все-таки определить, что здесь есть что. Александр Михайлович Ковалев. Так. Разным могут быть только тождественные. Разным могут быть только тождественные. Во-первых, не разным, а различным. Надо различать категории разности и различия. Если разные, это просто разные, без всякого дальнейшего определения. А различные, это значит, что что-то в них различается. Что-то конкретное уже. Можно указать, что в них различается. Поэтому, когда мы говорим о тождестве, мы имеем в виду категорию не разности, а различия. Различным может быть только тождественное, а тождественное может быть только различное. Если что-либо не тождественное, пишет товарищ, то оно и не может быть разным. Не разным, а различным. Да, здесь можно много примеров всяких привести. Когда мы говорим про тождество и различия, когда мы говорим, например, что мы разные люди, все собравшиеся разные люди. Мы различия указали, но указали различия между тождественным. Мы с вами тождественны как люди. То есть различия тождественного. Но и то же самое в обратную сторону. Если, например, сказать, вот мы просто возьмем фразу какую-нибудь. Это одинаковые деревья. Я указал мне на некоторую тождественность. Но при этом я в самом начале, понятно из этой даже фразы, понятно, что мы рассматриваем что-то различное. Что я говорю про что-то различное в самом начале. Ну, я на этом, видимо, должен был показать. Это одинаковые деревья. Значит, я показал на что-то различное и указал на их тождественность. То есть тождество может быть как тождество различного, а различие только как различие тождественного. Так. Противоположность – это крайние различия, пишет товарищ. Нет, это не крайние различия. Противоположность – это либо единственная борьба. Так. Противоположность – это крайние различия. Да, это тоже неправильно. Я думаю, что вы противоречие пишете. Но это не крайние различия. Так. У противоположности есть две крайние стороны. У этих сторон есть единство и различие. Единство и противоположность уж тогда. Каждая сторона содержит в себе и другую сторону. Вот это правильное утверждение. То есть в исключающей рефлексии и во всех рефлективных определениях они содержат друг друга, содержат противоположность. Они образуют единство двух противоположностей. Это единство называется противоречие. Ну, вот вы на единство указываете, а на борьбу не указываете. В том, что они исключающие. Это именно исключающая рефлексия. Они исключают друг друга. И это важно. В противоречии две стороны исключают именно друг друга. Не то, что у них там как бы в этом противоречии есть две стороны, которые находятся в единстве, в счастливом. Это они исключают друг друга. Так. Александр Лисов. Товарищи отвечают на вопрос о сущности, как снятое бытие. И почему-то в скобочках указывают. Само себя отрицает. Кто само себя отрицает? Непонятно. Так. Отрицание наличного бытия – то, что налицо. Углубление в основу – то, что лежит под, внутри. Это к чему, интересно, товарищ Лисов, вы пишите? Что такое, что за отрицание наличного бытия и углубление в основу? В какую основу? Здесь совершенно непонятно. Диалектическое отрицание всегда берется как отрицание с реальным взаимодействием. То есть, содержит в себе то, что отрицает. Но это вы как-то усложняете вообще понимание, философское понимание категории отрицания. Или, так как категория отрицания в философии называется категорией снятия, вы ее как-то усложняете. У вас какое-то должно быть реальное взаимодействие. Что за взаимодействие такое? Кто с кем взаимодействует? Потом. Категория реальности у нас была. Кто-нибудь помнит, что такое реальность? Качество взятое как бытие. Да, качество с двух сторон оно берется. С одной стороны, как бытие, это реальность. А со стороны, если выбрать как ничто, то это отрицание. То есть, вы имеете в виду, что здесь, я к товарищу Лисову обращаюсь, что взаимодействие реально в том смысле, в котором оно было в учении о бытии. Здесь я не понимаю, что вы имеете в виду. Любое отрицание, дилектическое или снятие, это отрицание с удержанием. Все, больше ничего. Дальше вы пишете, опосредование, отрицание наличного бытия. Кстати, по поводу слова опосредование. Если вы возьмете толковый словарь, то есть, что нам вот опосредование, вот это слово говорит о чем? Посредом. Посредом, да. Что-то просто посредом происходит. Но я вступал в полемику с товарищами, которые, так сказать, диалектику не изучают и не читали там глубокие произведения. Они меня отправляли к толковому словарю Даля. И действительно, в толковом словаре Даля написано, что опосредование и опосредствование – это слова-синонимы. То есть, они обозначают одно и то же. И действительно, наверное, если в таком, так сказать, разговорном русском языке они обозначают одно и то же, но вот мне все время режут слух. Почему? Потому что действительно опосредования, средства здесь нету, а в слове опосредствования есть средство. То есть, есть какое-то средство, при помощи которого мы пришли к этому. И это тогда значит одно опосредствует другое. То есть, есть некое средство. Указание на это средство. А теперь, если вы возьмете, вот были у нас умные люди, которые писали много текста. Если вы возьмете полное собрание сочинений Владимира Ильича Ленина, то он нигде слово «опосредование» не использует. У него везде там написано «опосредство вам но». Нигде у него посредом ничего не происходит. Он сейчас слово «опосредствование» использует, но именно в этом, вот так вот, как опосредствование, а не как неопосредование. Вот, поэтому обращайте внимание на это, когда, и вот тоже, когда товарищи, которые говорят в речи, видно, что они понимают, что они говорят и зачем они слова используют. Они могут сказать «опосредование», ну, «опосредование» могут такое сказать, но тут же будет использованный второй вариант, где-нибудь рядом. То есть, товарищ понимает, что он говорит, что это именно средство, что это такое в языке означает это слово, оно имеет такой определенный корень. Вот, товарищ как раз привел пример, что есть слово «непосредственно», нет слова «непосредованное». Ну, вот, да, в том числе, да. «Посредование звучит тяжелее». Ну, это взято, как есть, без средства, непосредственно – это без средства, а «опосредственно» – это значит при помощи средства. Получается, пара непосредственная – «опосредственная», или там «опосредованный» и «неопосредованный». Вот такая пара будет. Ну, «опосредственная». В общем, что я просто здесь хочу сказать. Обращайте внимание, вот, когда кто-то говорит и пишет, обращайте на это внимание, это очень интересно. Так, четвертый вопрос, товарищ рассматривает у нас «противоречия». «Противоречия» есть единство – борьба противоположностей, тождество, различия и наоборот. Ну, действительно, когда мы говорим «противоречия», там вот это, до этого была рефлективная пара определений тождества и различия. Так, «противоречия» – взаимоисключающая рефлексия, где каждая сторона исключает другую. Вот товарищ, кстати, ухватил это, но мне здесь что, не понравилось. Что значит «взаимоисключающая рефлексия»? Зачем вам именно нужна «взаимоисключающая рефлексия»? Вот, то есть, что они взаимно исключают? То есть, вы хотите подчеркнуть именно то, что один исключает одно и другой исключает другое, обязательно. Но в рефлексии именно так все и устроено, что как один действует на одну сторону, так и другой действует на другую. Там все как бы одинаково в рефлективных определениях. Поэтому здесь слово «взаимо» – вот эта приставочка, она не нужна. Это просто исключающая рефлексия. Но то, что вы заметили, это вот то, что «противоречия» – это именно исключающая рефлексия. Это очень хорошо. Александр Родионович Минеев. Второй вопрос. Существенное и несущественное? Существенное – это относящееся к самой сущности. Ну, так сказать, это можно сказать, такое рассуждение о существенном. Почему это относящееся к самой сущности и в каком смысле сущность является существенным, надо указывать. А вот дальше вы пишите. Несущественное – это некое бытие в себе и для себя в противоположность к существенному. Я бы тут поспорил. Это не просто некое бытие. Как мы уже говорили, это бытие, которое созерцается рядом с сущностью. И в этом смысле оно несущественное. Это два момента в одном, два движения в одном. Оба они принадлежат самой сущности. Бытие противоположной сущности есть несущественное. Нету никаких тут двух моментов, когда мы говорим о существенном и несущественном. Если вы говорите о двух моментах, это значит, что у вас где-то здесь становление есть. Не является бытие и сущность какими-то моментами становления. Нету такого. И моментами они не являются. Они, конечно, связаны друг с другом. И именно потом мы, углубляясь в сущность, мы находим эти рефлективные определения. Потому что, когда мы находим определение сущности, мы возвращаемся опять к тому же самому бытию, от которого мы уходили только что. Мы в него возвращаемся. И обратно в сущность. Поэтому эти рефлективные определения потихоньку становятся, одно из них становится именно уже бытием, начиная с существования. Но никакого там момента в существенном и несущественном нету. Нету никаких моментов. Просто внешнее созерцание. Противоречие – это взаимодействие противоположностей. Ну, это очень слабо. Что значит взаимодействие? Единство – это тоже взаимодействие. А вот дальше вы пишете. Взаимодействие противоположных, взаимоисключающих сторон и тенденций предметов и явлений, которые вместе с тем находятся во внутреннем единстве и взаимопроникновении, выступая источником самодвижения и развития объективного мира и познания. Тут все хорошо, за исключением того, что вы, видимо, это взяли с какого-то философского словаря. Здесь вкраплены правильные вещи. В том, что взаимодействие противоположностей, взаимоисключающих сторон. Но тут какие-то тенденции, предметы, явления. Противоречие – это категория, которая находится до категории явления. В этом смысле явление более богатая категория. Поэтому определять противоречие через явления будет неправильно. Ну и действительно, противоречие выступает источником любого самодвижения. Да, это правильно. Так. Федор Константинович Моисеев. Что мы тут видим? Второй вопрос. «Существенное, относящееся к самой сущности – это ее абсолютно отрицательное». Так. «Существенное, относящееся к самой сущности – это ее абсолютно отрицательное». Ну, можно так сказать. «Существенное» – это некое бытие в себя и для себя в противоположность существенному. Это два момента в одном, да, два движения в одном, и оба они принадлежат самой сущности. Опять какие-то два момента появились, два движения в одном, где-то движения, и почему они оба принадлежат самой сущности – непонятно. Не знаю, откуда вы это взяли. Та же самая ошибка. Георгий Вячеславович Пономарев. Да, вот равенство есть равенство неравного, а неравенство есть неравенство равного. Ну, вот вы уходите почему-то от категорий, которые мы в науке логики, в учении о сущности изучаем. Вам почему-то не нравятся тождество и различия. А почему-то вы тут говорите про равенство и неравенство. То есть вы сводите, так сказать, к формальной логике в некотором смысле. С точки зрения категории. У Гегеля речь идет о тождестве и различии. Наталья Александровна Сорокина. Существенное и несущественное – это видимость сущности. Неправильно. Существенное и несущественное – это невидимость сущности. Видимость – это именно бытие, которое взято с определенностью, которая является его сущность. То есть это такое наличное бытие, которое на самом деле… Давайте мы… Сейчас. Я, к сожалению, свою книжечку забыл сегодня. Ну, мы найдем в тексте так. Вот что пишет Гегель по этому поводу. Да, то есть вот это, когда мы рассматриваем бытие… Не, я нашел, спасибо. Значит, когда мы рассматриваем бытие с определенностью сущности, да, вот Гегель говорит, что сущность есть таким образом лишь первое отрицание. Или, иначе говоря, отрицание, представляющее собой определенность. Ну, вот мы только что про это поговорили, что сущность является определенностью бытия, через которую бытие становится лишь наличным бытием. Мы это тоже проговорили. То есть, или наличное бытие лишь некоторым другим. То есть, ну, понятно, что если они рядом положены, то это просто некоторое другое. Наличное бытие, которое некоторое другое. Но сущность есть абсолютная отрицательность бытия. И мы возвращаемся к определению сущности изначального. Она есть само бытие, но не только определенное, как некоторое другое А бытие, которое сняло себя, то есть мы же когда сущность рассматривали Мы к нему пришли через бытие Бытие сняло себя и получилась сущность Вот об этом Гегель и пишет нам Сняло себя и как непосредственное бытие И как непосредственное отрицание Как отрицание, обремененное некоторым инобытием Бытие или наличное бытие тем самым сохранилось никак другое, чем сущность И то непосредственное, которое еще отличается от сущности. Есть не просто некоторое несущественное наличное бытие, но и само по себе ничтожное непосредственное. То есть, бытие по отношению к своему отрицанию является ничтожным, потому что оно в своем отрицании полностью отрицается. Всяческое бытие отрицается. И в этом смысле оно ничтожно. Вот он пишет, ничтожное непосредственное. Оно есть лишь некоторая несущность, видимость. То есть вот он рассматривает как раз вот эту пару, говорит о том, что это определенность, но это определенность такая специфическая, что в этой определенности само наличное бытие отрицается и снимается все, как есть. Мы такого не видели еще до этого, у нас такого не было. И вот в этом смысле бытие есть не сущность, а видимость. Вот об этом идет речь. А могу я так сказать, что у меня есть арбуз, он зеленый, это видимость. Я его разрезаю, внутри он красный и сладкий, это его сущность. Ну сущность арбуза, да, сущность арбуза заключается в том, что вы его съели, он был для вас действительно... А вкусно, как бы то, что ну небытие, можно сказать. Ну можно так, да, наверное, как можно говорить. Но тут надо аккуратно подумать про прямое такое применение этих категорий, наверное, да, так можно сказать. Я просто пытаюсь это, как бы ты образ представить в голове. Переводите. Можно еще вопрос? Что значит снимает себя? Как это вообще? Ну как в этом, в бытие, еще раз, как мы к сущности пришли? Мы пришли, пришли от бытия, да? Теперь мы говорим, что бытие – это определенность чего? Ой, извините, сущность – это определенность чего? Бытия. Значит, в этой определенности, а вот вы заметили, что в этой определенности бытие снимается, потому что оно отрицается, там эта определенность. Это вот такая хитрая определенность получилась, в которой бытие само полностью отрицается. И в этом смысле бытие в этой определенности снимает саму себя. Потому что она отрицается этой определенностью. Эта определенность сама такая, вот она такая определенность, которая полностью отрицает бытие. Просто не вопрос, почему себя она отрицает? Ну, как? Мы рассматриваем определенность чего? Бытия. И в этой определенности, ну, мы когда определенность говорим, мы определенность чего? О наличном бытие. Вот у нас в самом начале там было определенность, это определенность наличного бытия. Она с ним неразрывна. То есть это вообще с этим наличным бытием. То есть мы на самом деле рассматриваем бытие. Когда мы говорим про определенность, мы все еще рассматриваем бытие. Мы никуда от этого наличного бытия не ушли. Но эта определенность вот такая вот хитрая, в которой бытие снимает саму себя, своя определенность. Так, давайте пойдем дальше. То есть снять самого себя, значит полностью себя отрицать? Ну, слова полностью здесь нет, а всячески отрицать, да, отрицает всякое бытие, да, вот в этом смысле Гигель имеет в виду. Так, существенно-несущественно, так, вот, да, дальше мы говорили о том, что... Да, я не помню, на чем мы, честно говоря, остановились. Давайте, Наталья Александровна Сорокина, вот, видимо, мы вопрос существенного-несущественного разобрали. Теперь третий вопрос. Различие всегда тождествен-но. Что это значит? Что значит тождествен-но? Это прилагательное, что ли, которое к различию, то есть это какая-то определенность различия? Надо говорить, что различие – это различие всегда тождествен-но-го. То есть, либо тождество различного-го, либо различие тождествен-но-го. А что такое различие тождествен-но? Чему оно тождествен-но? Различие ничему не тождествен-но. То ли вы здесь описались, то ли вы не совсем понимаете, о чем идет действительно речь. Так, а дальше у меня почему-то я пропустил, не скопировал, видимо, имя-фамилию. Давайте это пропустим. Пойдем дальше. Вячеслав Олегович Тевиньш. Товарищ отвечает на вопрос о противоречии и пишет «Противоречия взаимодействия противоположных, взаимоисключающих сторон и тенденций предметов и явлений, которые вместе с тем находятся внутри медицей и взаимопроникновений, выступая источником содержания развития объективного мира и познания». Чувствуете? Где-то мы это уже видели. Где-то это было. Поэтому, скорее всего, товарищ, как и предыдущий товарищ у нас, списал это из философского словаря, и здесь намешана куча мала такая, про противоречия. А если мы говорим о системе категорий, то противоречия – это всего лишь исключающая рефлексия. Явление и закон. Закон – явление – это существующее, опосредственное своим отрицанием, которое составляет его устойчивое наличие. Закон – это иное явление как такового. Ну, в общем, закон – это не иное явление как такового. Закон и явление не относятся к себе друг к другу как иное и нечто. Поэтому нельзя говорить, что закон – это иное явление как такового. Закон и явление – это рефлективные определения, и закон – это спокойное в явлении. Теплов Вадим Викторович тоже товарищ отвечает на вопрос четвертый о противоречии и пишет, что единство противоположностей – это противоречия. А мы это разбирали уже, здесь единства недостаточно. Важна борьба противоположностей. Кстати, об этом, по-моему, Владимир Ильич тоже пишет, как раз где он говорит о противоречии, что это единство и борьба противоположностей, что в этой противоречии единство относительно, а борьба абсолютно. То есть борьба является определяющей. Категория существования, в отличие от категории бытия. Существование – категория более богатая, чем бытие. Бытие – это абстрактная категория. Бытие просто есть. Существование содержит в себе бытие и бытие, и его отрицание. Вы тут бытие рассматриваете… Можно было бы согласиться, что бытие – это абстрактная категория. Но, во-первых, не просто бытие, а чистое бытие. Но хорошо, можно было бы согласиться, что бытие – абстрактная категория, в том смысле, что когда мы шли от бытия к чистому ничто, у нас потом мы говорили о бытии, и это тоже абстрактная категория. Абстрактное что значит? – Я сейчас говорю… – Неконкретный. Да, неконкретно. А что такое неконкретно? Не противоречивает. Вот, не противоречивает. То есть абстрактное – это одностороннее. Одностороннее. И действительно бытие у нас выступала как односторонняя категория. Но часто, когда мы находимся в сфере сущности, изучаем сферу сущности, у тебя бытие – это что такое? Это вся сфера тех категорий, которые мы до этого накопали. И говорить, что здесь бытие – абстрактная категория – это как-то было слишком. Потому что в этом бытие мы различили столько определений и конкретных определений, которые содержат противоречия. Начиная со становления – уже все. Как только мы становления взяли, у нас все категории стали конкретными. То есть содержащие противоречия. Потому что все категории содержат… Ну, там какие-то категории, конечно, появляются. Моменты, например. Момент – это просто категория, она абстрактная. Но так все категории конкретные, потому что содержат в себе становление. Становление противоречиво, значит, вся сфера бытия стала конкретной с этого момента. И нельзя говорить, что бытие – это абстрактная категория. Бытие просто есть. То есть вы возвращаете, вы думаете, что сущность – это отрицание вот того самого начального бытия, которое было в самом начале. Но отрицание самого начального бытия, которое было в самом начале – это что? Ничто. Да, это ничто. То есть как бы у нас было бытие, потом ничто. Ничто – это отрицание бытия в этом смысле. То есть там все очень просто было. А когда мы здесь говорим о бытии, мы говорим о сфере бытия, вот о всех этих категориях, обо всей сфере, в которой есть вот это движение, там узловая линия отношения меры, качество, количество, там все это есть. То есть все бытие обогащено вот этими категориями. Поэтому и когда мы говорим, что сущность – это снятое бытие, то мы имеем в виду вот все вот эти категории, всю вот эту сферу бытия, которая отрицается. Так, а тут товарищ пишет, существование содержит в себе и бытие, и его отрицание. Ну, это-то правильно, конечно, существование содержит в себе бытие, потому что существование – это уже категория близкая к сфере бытия. И отрицание содержит поступок, поскольку существование – это категория сущности. То есть отрицание бытия. Так, Сергей Михайлович Поповичев. Так, сущность, как снятое бытие. При изучении сути нечто нужно абстрагироваться от того, что находится на поверхности. То есть, во-первых, здесь есть нечто. Вы тут почему-то ухватили за нечто. То есть, какую-то из сферы бытия какую-то категорию дернули – нечто. А почему нечто? А теперь вы говорите, при изучении сути нечто. А что такое суть? Суть – сущность. Суть – это и есть, да, суть – это и сущность. Это и здесь есть. Это синонимы. Ну, вот в том смысле, в котором мы здесь используем всего. Да, но, кстати, когда мы говорим о сути – это именно сущность. А вот тут дальше товарищ пишет. Сейчас мы до этого дойдем. Значит, да, находится от того, что на поверхности. На какой поверхности? Чего поверхность? Поверхность чего? Море. Суть нечто не является им самим. Нет никакой сути нечто. Нету сущности нечто. Если не под нечто, имеется в виду какая-то категория нечто. И дальше вы пишете – существенная есть суть. Ну, и там дальше что-то. Значит, вообще говоря, суть можно понимать в двух смыслах. Суть – это сущность. А второй смысл слова «суть» – это какой? Вагол. Какой? Есть. Есть. Да, именно. Когда мы говорим про что-то, ну, как бы много чего есть, мы говорим там, ну, один – это есть, а два – это суть. Вот в русском языке так, по крайней мере. И поэтому, когда вы говорите «существенно есть суть», это существенная «есть есть». То есть выглядит кросса как-то, ну, не по-русски. Так. Ну, дальше все нормально. Хорошо. Это все, что я хотел, наверное, разобрать. Давайте мы сделаем короткий перерыв. И потом поотвечаем на вопросы, и еще я расскажу, кто получил зачет. Перерыв! Перерыв, наверное, вот причина того, что… Да, я знаю, что вы будете мне показывать. Да, вот уже вот здесь вот в такой форме написано. Я все как-то пытаюсь поговорить об этом с Михаилом Васильевичем, но как-то забываю. Да. Зачем это он написал там так? Нет, если здесь читать, понимая все остальное, в общем, ну, так, в целом, то там понятно, почему здесь так написано. Да, если это брать как-то… Ну, да, я понимаю, у нас контекст, тогда он тут… И действительно, когда мы читаем «Науку логики», еще раз, там «Науку логики», вот когда он говорит, что когда сущность и бытие рядом положены, и то, и то наличное бытие. Об этом Гегель тоже пишет. Но при этом сущность не является снять отрицанием наличного бытия. Ну, в этом виде, конечно, поскольку мы только что сказали, что это наличное бытие, а это тоже наличное бытие, это сущность, это бытие, ну, так можно говорить, но это мы на шаг назад себя отбросили. Когда мы говорили о сущности, это снятие всякого бытия. Ну, в том числе и наличного. Ну, в том числе, естественно, да. Любую категорию сферы бытия и жест, конечно, в том числе и наличного. Это пособие, оно же, по-моему, это текстовка какого-то видео сделает. Возможно. Взяли текстовку, просто местами жирный шрифт накидывает. А, я, кстати, не знаю, что это за пособие, да, возможно. Какое-то такое, да. По поводу слова «суть» у нас, ну, оно сейчас такое, как бы, архаичное, что ли, уже стало. Ты мало поговорить в разговорной речи. Не знаю, ну, у меня вот, когда я учился, ну, нас почему-то как-то на… Я учился на математико-механическом факультете, на, значит, это первое, где я услышал, это была лекция по алгебре, и там были вектора различные, и вот как раз преподаватель наш обратил на это внимание, но он почему-то утверждал, что в Алге, ну, вот, когда математики говорят, у них когда два – это еще есть, а когда три – уже суть. Вот, я не знаю, я не знаю, почему он так это рассказывал, я нигде не нашел этого подтверждения потом, но, в принципе, вот в науках слово «суть», прямо вот, когда множество, значит, что «суть» используется? Ну, да, а вот в разговорном ряду, поэтому люди непривыкшие, так сказать. А вот, допустим, есть языки, где обязательно этот глагол связка, из тех славянцев от польцев, вот у них везде там «я естен», «ты естешь», там «мы естешь», и «они сон», то есть у них отличается это сразу, и как бы для них это привычная штука. Да, да. И они даже мыслимени не употребляют, они говорят просто глагол связку, и мыслимени не употребляют, чтобы его можно точно установить в кольцу. Да. Ну, вот видите, как интересно изучать язык и, так сказать, слушать его. По поводу, кстати, того, что два есть, а больше суть, вот есть интересные формы, допустим, от слова «конь», ну, какие-нибудь всякие старые слова, да, скажем, не заимствованные именно славянские. «Конь», там, например, один конь, два коня, три коня, четыре коня, пять коней. У них два множественных числа, две формы. А вы хотите сказать, что суть – это именно глагол? Суть – это глагол? Я думал, что это просто оборот такой. Нет, это глагол есть. Телефон – суть электронные устройства. Нет, телефон есть электронные устройства, а телефонный – суть электронные устройства. Вот для восприятия современного. Просто у нас глаголы… Потому что язык у нас с русским языком плохо изучают, знают плохо, поэтому… Вот, первая глава, «Видимость существенная и несущественная». Написано, «Сущность есть снятое бытие». Вот прямо Гегель пишет. «Сущность есть снятое бытие». Никакого… Вот, да, она есть простое равенство с собой, но постольку, поскольку она есть отрицание сферы бытия вообще. Вот, это как раз то определение сущности, которое надо брать. Берите определение сущности из науки и логики. И тут даже курсивом выделено. «Сущность есть снятое бытие». Не написано, что… Если я, допустим, вот есть наличное бытие, да, я снимаю, я могу получить иное. Ну, вы можете получить иное. И что? Нет, просто как бы в какую сторону двигаться. Двигаться в сторону, в сторону чтения науки и логики надо. Желательно. Просто можно перепутать. Вроде сняли, тут получили иное, а тут сняли совсем. Тут все, всю сферу бытия сняли. И наличное бытие, естественно, мы только что обсуждали, что и наличное бытие сняли тоже. Ну, вот в этих мерах, там, по поводу написано, что если вы получили… А поскольку иное – это тоже наличное бытие, то если вы получили при снятии наличное бытие, то не то, что вы получили несущность. Ну, да. Не надо снимать все до конца. Как-то так. Да. Когда действительно сбивает с толка, потому что категория, ну, сфера категории бытия, там, вот, понятно, как мы одно из другого выводим, оно прямо вот… А потом начинаются сложности какие-то, и вроде ко второму. Разные аспекты просто. Здесь немножко какая-то другая механика изучения, здесь надо всегда двойственно это брать. А вот вы обратите внимание, в философских тетрадях у Ленина, он там как раз это определяет, ну, как бы он об этом и пишет, что в сфере сущности получается у нас движение, ну, такое странное, которое… движение от ничто к ничто. То есть не от бытия к бытие, а от ничто к ничто мы движемся. Но в сфере сущности мы действительно движемся от ничто к ничто. Потому что что бы мы ни взяли, если мы изучаем сущность, и мы как бы над говорим, что это вот сущность мы изучаем, то это не бытие. Мы тоже сказали, что это отрицание сущности. Поэтому нельзя сказать, что мы движемся от бытия к бытию. От ничто к ничто мы движемся. А не бытие – это еще не ничто. И, по-моему, по этому поводу пишет он «Темна, вода». Потому что ничто – это вообще ничто. А не бытие – это все-таки как бы… Ну, вот если вот вернуться к моему арбузу, то вкус – это я бы не сказал, что это не бытие. Вкус – это вкус. Подожди, ну, вкус – это же… Что такое не бытие? Ну, ничто – это вообще ничто, это даже не ноль. А что такое не бытие – это? Не бытие – это отрицание бытия. Ну, это ничто в небытие. Но если я думаю, что ничто – это такое… Ну, можно сказать, что это небытие, но про ничто вообще ничего не надо сказать. Нет, ничто – это вот когда оно вот рядом с бытием – это вот ничто. А в наличном бытие мы тоже знаем, что там есть ничто. Там есть ничто. И мы его называем небытие. Дорогие товарищи, продолжаем наш семинар. Давайте для того, чтобы товарищи, которые высылали свои работы, не чувствовали себя обиженными, что они не могут тут выступить. Я зачитаю по традиции тех товарищей, которые получили на данный момент зачет. Я хочу сказать, что тут, вот, товарищи, пока мы тут с вами разговаривали, еще пять человек прислало ответы. Но, к сожалению или к счастью, проверены они будут позже. Так, зачеты с замечаниями получили. Дмитрий Алексеевич Глушков, Рафаил Султанович Давлиев, Леонид Иванович Журавский, Вячеслав Владимирович Иванов, Александр Михайлович Ковалев, Александр Лисов, Андрей Андреевич Марсов, Александр Родионович Минеев, Федор Константинович Моисеев, Георгий Вячеславович Пономарев, Сергей Михайлович Поповичев, Наталья Александровна Сорокина, Артем Алексеевич Старов, Вячеслав Олегович Тевинш, Вадим Викторович Теплов, Андрей Владимирович Хавронин, Алексей Владимирович Абрамов, Екатерин... Так, это... А, извините, пожалуйста. Значит, это у нас были зачеты с замечаниями, теперь зачеты, просто зачет получили товарищи, и товарищ Алексей Владимирович Абрамов получил зачет, я зря ему сказал, что он получил зачет с замечаниями. Значит, зачеты получили Алексей Владимирович Абрамов, Екатерина Петровна Бордынская, Оля Константиновна Беляева, Игорь Борисович Веремчук, Иван Викторович Викторов, Евгений Викторович Гнетнев, извините, Денис Николаевич Дзюба, Вадим Дмитриевич Дорошенко, Алексей Дмитриевич Жаринов, Александр Кондрусев, Оксана Петровна Картылева, Алексей Павлович Кришталь, Григорий Александрович Кузьмин, Игорь Николаевич Ледовский, Иван Александрович Масальский, Стелла Мордорина, Эдуард Мукон, Николай Михайлович Николаев, Михаил Игоревич Николаев, Екатерина Александровна Самохвалова, Игорь Андреевич Успеньев, Юлия Геннадьевна Филатова, Олег Шапкин, Алексей Владимирович Земсков, Алексей Владимирович Земсков зачет еще не получил. Все, это те, кто получил зачет и зачет с замечанием. Ну что, товарищи, давайте к вопросам перейдем, если есть у нас какие-то вопросы там из зала, давайте их зададим. Значит, вопросы можно вообще задавать, любые самые насущные вопросы, которые у вас есть. Постараюсь на них ответить. Вопросы. Всем все понятно, это замечательно. Читаем, штудируем. Владимир Ильич Кейн тоже пишет, ничего не понятно, темна вода. Так что, вы видите, хорошей компанией находитесь. Но у вас еще есть время, может быть, я не знаю, Владимир Ильич начал там штудировать, судя по всему, науку логики в 44 года. Так, судя по всему, он начал, взялся, вот он написал эти философские эстрады в 44 года, начал штудировать науку логики. До этого он и читал, видно, так сказать, но штудировать он начал в 44 года. Так что, еще время, тут у многих есть, по крайней мере. Мы можем его обогнать. Владимир Ильич, что, в общем, будет очень достойно даже. Так, ну что, если вопросов нет, так давайте тогда и закончим. У меня есть один вопрос. не совсем по сегодняшнему уроку. Да. Вот, у нас есть понятие диалектического метода. Да. Вот, и вообще в принципе понятие метода науки. И когда, получается, самое главное, нужно найти такие качества, которые лягут в основу определений, правильно, и уже в дальнейшем... Не знаю, что вы имеете в виду. Давайте, давайте начнем с того, что такое метод. Метод – это осознание формы внутреннего самодвижения. Чего? Понятие. Ну, можно бы сказать, понятие, но содержание, на самом деле. Содержание чего? Нет, не понятие. А содержание чего? Предмета. Да, изучаемого предмета. То есть предмет, который мы как бы хотим изучить. Значит, у этого предмета есть самодвижение какое-то, да, и это самодвижение разворачивается. Ну, там, понятия, как вы правильно сказали, они имеют какое-то самодвижение, они разворачиваются в этом предмете согласно определению, которое вы сказали. Так вот, форма, в которой это самодвижение и разворачивание понятий есть, и осознание этой формы, если мы осознали, это значит, что мы познали метод. Все просто. Кстати, по поводу этой формулировки вопроса. Как? Я так понимаю, что это речь идет о методе познания, а не вообще о методе. Потому что вообще метод, ну, о чем это идет речь? Допустим, вот в меня летит кулак, у меня есть метод бокса, каратэ, айкидо, разные методы реакции. Нет, да. Если я буду познавать сущность, нет, вы метод, вы метод называете, то есть метод, это вот как, метод это способ, то есть это у вас способ какой-то. Это именно, когда я изучаю какие-то там, абстрактные вещи, там, научные, я не знаю, вообще что. Ну, можно сказать, что это научный метод, да. Не метод вообще, потому что если метод... Нет, еще раз, если вы используете, вот мы изучаем все-таки категории, есть категории, которые в обычном языке используются в какой-то другой, ну, в каком-то другом смысле, есть такие категории. Ну, вы говорите о том, что метод, который является категорией, а мы его изучаем как категорию метода, научного метода, именно мы имеем в виду, что он научный метод. Мы, когда говорим о методе, мы имеем в виду именно в этом смысле. А вы говорите о том, что слово метод используется в народе, так сказать, в массах. Как-то по-другому. используется... Можно синонимов много подобрать. О чем это нам говорит? Ни о чем. Мы хотим именно говорить о категориях и их определениях. И о понятиях. Так, еще вопросы? Определения. Определения. Почему это? Здрасте. Ну, как бы, возьмите любую науку, у вас там не будет, у вас там определение будет плавать. с развитием науки. Давайте возьмем. Оно какое-нибудь приплывет дальше, оно не будет достаточно зафиксировано. Давайте возьмем определение какой-нибудь науки. Давайте, приведите пример. Я вот могу сказать вам, давайте я приведу пример. Есть такая наука, математический анализ. И в этом математическом анализе есть определение, например, предела функции. На первом курсе математика-механического факультета, да, я вам расскажу эту историю, значит, на первом курсе математика-механического факультета, когда учат, определению предела, их дают целых, сколько, как вы думаете? Сколько штук? Три, по-моему. Пять определений предела есть. На языке ε-δ, на языке последовательности, непосредственно определения предела, ну, через спрос как функции и так далее. Их на определение на языке окрестностей можно дать, их пять штук. Значит, если, да, 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 если на, и на математико-механическом входит, видите, вы когда приходите на экзамен по матанализу на первом курсе, у нас было так, вы можете все прекрасно рассказать, там два билета даются, вы прекрасно все рассказываете, если вы не знаете хотя бы одному определения предела, уйдете домой с оценкой два балла. Вот так вот. Но при этом абсолютно правильно, когда эти определения даются, показывается, что это определение одного и того же, что это одно и то же определение, что они эквивалентны друг другу. В этом смысле это одно и то же. И так в любой науке... Если у них есть технические науки, то да, там... Так, давайте не технические. Если... Не технические науки. Куда-нибудь более гуманитарные... Какие? Давайте пример. Пример на психологию. Там берешь книжку и читаешь. Под этим этот вы понимал одно, этот понимал другое. И так по всем ученикам... О чем нам это говорит? Это говорит о том, что научилище ищут. Это где-то правильно. А это говорит нам о том, что на данный момент психология наукой не является. То есть она не сложилась в науке. Там нет системы. Философия сложилась в науке? Конечно сложилась. У нас есть система Гегеля. И только поэтому она сложилась как наука. То есть при Гегеле он выстроил эту систему философскую, где есть начало и есть результат. Начало как ни разу это результат, а результат как развертное начало. И только поэтому философия наука. И вот когда философию изучают в том числе на математико-механическом факультете и рассказывают, что здесь Платон что-то поговорил про мир идей. Здесь Кант что-то проговорил про вещь себе. Здесь еще кто-то что-то поговорил и так далее. И именно представляют как такую мозаику. Вот это не наука. То есть то, что преподают в институтах сегодня в качестве философии наукой не является. Это не наука. А если мы имеем в виду систему категорий гегелевской диалектики, то вот это наука. И эта система делает философию наукой. То есть вы кандидатский минимум узнавали не по науке? Не по науке философии. Да. Я сдавал по некоторому предмету, который называется философия. К науке это не имеет никакого отношения. Никто мне не рассказывал. Ну и тем более, когда я сдавал кандидатский минимум, это была история философии науки. Это вообще что-то запредельное. То есть это как бы то, как философию... Ну история фактически. История философии. Кто здесь кто что поговорил, в каком году. То есть к философии напрямую это, собственно говоря, как к науке не имело никакого отношения. То же самое и в психологии. Нельзя сказать, что у психологии нет вообще никаких достижений. Как там у раздела знаний. Это какой-то раздел знаний. Там какой-то набор знаний. Есть какие-то наборы знаний. Но психология в науку не оформилась очередным образом. Потому что нету системы законченной. Вот нету законченной системы психологии. Есть какие-то разрозненные куски, которые пытаются соединить воедино, но как-то пока не получается. Просто не получается еще и потому, что... Ну вот мое такое объяснение, что сейчас психологи, они как бы пытаются абстрагироваться от общественного момента в человеке. То есть они пытаются изучать человека вот как такового. Вот у него там какие-то там мысли, там идеи его, что-то у него там какое-то сознание, подсознание. И как будто бы он так в вакуум помещен и никакого взаимодействия с окружающим миром у него нету. Как будто он не живет с отствами. Поэтому психология, с моей точки зрения, я экспертом здесь не являюсь, но психология получит какое-то развитие действительно глубокое, когда психологи начнут рассматривать человека как человека производящего, как человека находящегося в обществе. В соответствии с его определением, кстати. И вот тогда что-то может измениться. Тогда, может быть, можно объяснить какие-то вещи, которые, так сказать, психологи пытаются... Ну или так называемые психологи, сложно говорить. Вот сейчас у нас эти психологи растут как грибы после дождя. Ну и как, товарищи, как лучше стало, не стало. Соответственно, психология, еще раз, психология наукой не являются на данный момент. Ну, в том числе, да. Так я про это и говорю. Ты не посмотришь везде, обрати взор внутрь себя. Воу, так я про это и говорю. Объект в познании, вот они начинают не сначала. Вот гигги начинают сначала. Вот, да. А только психология тоже есть, но это, конечно, да, нам очень хорошо, всегда хорошо обсуждать то, что вы будете не знать. Такие-то успехи есть в социальной психологии? Нет, я к этой области вообще далек, но на самом деле наука развивается, бывает наука. Та же механика, та же математика, она развивалась и формулировались законы. Приходили новые люди, формулировали другие законы. Приходила теория относительности, да, пришла... Так вы заметили, что теория... Поставила под сомнение то, что было непровердно, согласен. Она не выкинула, теория относительности не выкинула... Ньютоновскую физику. Некоторые вещи выкидываются, некоторые добавляются. По-моему, я могу ошибаться, но, по-моему, в Ньютоновской физике в начале моментах не было, потом они добавились. Ну, хорошо, развивается, то есть, если не может... Если наука законченная что-то, нечто, да, то есть все определения даны, и все, тогда это что-то мертвое. Наука развивается, если она развивается, значит, там что-то может меняться. Если там может что-то меняться, значит, там могут уточняться определения. Конечно, можно сказать, что да, до этого мы познали. Мы познали чуть больше, но на самом деле, если развитие идет, то определения тоже развиваются, они меняются. Это нормально. Никогда математическое ожидание не станет дисперсией. Никогда. Вот что? Тогда получается, что математика, не наука? Математика дикая абстракция, настолько дикая, что... Ну, так вот, я вам привел пример. Любая область знаний действительно обогащается, но она не отбрасывается, не говорится, что что-то было полностью неправильно. Постой, поскольку в любом случае... Была теория эфира, да, потом ее отбросили, сейчас не вернулись в благополучных. И, кстати, не знаю, кто к ней вернулся. Не благополучных, но а что, если самое, что все состоит? Ну, хорошо, так это процесс познания. Как это относится к определению? К определению, как это относится? Если определение, то одно качество. Качество. Одно. Все? О понятии скорее речь, что понятия развиваются. Так, давайте, еще вопрос какой-то есть на у нас. От Игоря Успенева. Кирилл Валерьевич, здравствуйте. Обязательно читать примечания, возможно, их пока обойти, сократим время для изучения. Если вы, так сказать, экономите у вас время настолько ценно, что вы не можете читать с примечаниями, прочитайте без примечаний хотя бы. Хотя бы без примечаний. Но, в целом, в примечаниях там есть интересные такие размышления у Гегеля, которые могут быть просто интересны с точки зрения жизни. Вопрос от Николая Николаева. Ну, скорее всего, просьба. Кирилл Валерьевич, разобрейте, пожалуйста, вопросы 9. Причина и действия. И 10. Самоотрицание сущности. Так, давайте. Так, ну, значит, здесь в вопросе номер 10 все очень просто. Поскольку сущность движется через... Да, значит, вот у нас мы рассмотрели сущность как явление, да, различили закон в явлении, и дальше мы из явления двигаемся к действительности. В действительности... Действительность это выявленная сущность, то есть это то в явлении, что соответствует сущности. Действительность дальше рассматривается как отношения абсолютно, ну, значит, она рассматривается тоже как категории, в ней различаются категории отношения, ну, так, действительность... Сейчас давайте сформулируем. Да, значит, в действительности, как вот в рефлективных... В действительности также есть те самые рефлективные определения, да, и в этих рефлективных определениях рассматриваются отношения, которые разделяются на отношения субстанциальности и отношения причинности. И дальше вот эти две пары уже непосредственным образом ведут нас... Вот когда мы говорим про субсоциальность, эти две пары непосредственно ведут нас к субстанции. То есть можно говорить, что когда мы говорим о действительном, о действительности, мы уже находимся в сфере... Ну, мы находимся в сфере сущности, да, но мы уже выходим непосредственно к бытию. И рассмотрение действительности, в общем, здесь, вот если посмотреть там, скажем, по оглавлению, да, у Гегеля он рассматривает абсолютное, потом действительность непосредственно, вот как мы ее рассматривали, как выявленную сущность. И потом рассматривает отношения, которое может быть отношение причинности и субстанциальности. И субстанция – это вот уже то, что становится... То, что он называет бытием, как непосредственно бытием. То есть то бытие, к которому сущность вернулась. И от субстанции последний переход уже идет к понятию. Вот. Это что касается вот этого движения от... Как... Самоотрицание сущности. То есть что мы увидели? Какое движение в сущности? Мы сначала увидели эти рефлективные определения, которые парные движения от ничто к ничто. И потом, начиная с явления, у нас начинает бытие появляться в явлении, потом в действительности, а потом вот в этом отношении причинности и субстанциальности. Значит... А субстанция – это уже и есть понятие. Движение к понятию. Вот и все. Еще вопросы? Да, сейчас. Является ли наука и социология? Ну, значит, то, как я понимаю социологию, значит, она изучает... Она опирается непосредственно на статистику, да, на различные статистики. Соответственно, как бы... Аппарат статистический, да, социология использует. Детали какие-то, вот, я вряд ли смогу сказать. И определить метод в социологии, я затрудняюсь. Не могу сказать точно. Последний раз, когда на матмехе видела расписание, там было три группы социал-социологов. Да, когда я учился, там были социологи, да. Чем они занимались – неизвестно. Ну, скорее всего, они изучали, вот, ну, скорее всего, там какие-то математические методы анализа, ну, как бы, движений в обществе. Ну, опять же, если они математические, чисто математические, то они не диалектические. То есть, они никакие противоречия не вскрывают. Ну, так сказать, можно графики построить, статистики какие-то построить, распределение, там, квантили выделить и так далее. Это все можно, но как бы, ну, как бы, социология не дает ответов на животрепещущие вопросы нашей действительности, да, то есть, как бы, вот, она никак не отвечает на вопросы о том, куда движется капитализм, к чему он придет и так далее. Если медицина, а не наука, то тогда кандидаты или доктора медицинских наук не ученые? Почему не ученые? Непонятно. И, ну, медицина в различных, ну, она в различных аспектах и в различных там областях медицины, она тоже большая очень область. Как я понимаю, в медицине сложилось, так или иначе, сложилось, ну, вот это движение, вот эта система знаний. Она именно, определенная система знаний, она определена в медицине. Там не все известно, но как бы, я в медицине не являюсь экспертом, надо сказать, но что-то изучают. Есть там такое звание, там, кандидат медицинских наук? Ну, конечно, есть. Значит, по медицине можно задать вопрос товарищу Дегтяреву, вот у нас конец, кандидат медицинских наук. Я думаю, что он вам вполне расскажет про медицину и про метод медицины, и какие там, какие категории там есть, как они самодвижутся. Я думаю, что этот вопрос стоит ему задать. Вопрос от РДН. Перестала ли политэкономия развиваться после Карла Марца и Ленина? Нет, не перестала политэкономия развиваться. Политэкономию развивали в том числе и товарищи, которые здесь периодически выступают. Есть работы Михаила Васильевича Попова, которые вполне развивают политическую экономию. И если, скажем, да, если вы сейчас как раз вот идет, мы производим выпуск собрания сочинений Михаила Васильевича Попова, вышло 4 тома на данный момент. Если вы посмотрите первые два тома, то там как раз идет речь о политической экономии, об анализе, различном анализе именно производства социалистического с марксистской точки зрения. И это является развитием политэкономии в этом смысле вполне себе развития. Так что после Маркса и Энгельса никуда ничего не остановилось. Это первое. А второе, вот работа Ленина о развитии капитализма в России, это огромный вклад в политическую экономию в том числе. Поэтому, ну и как, скажем, работа, империализм как высшая стадия капитализма, это в развитии политической экономии. Вопрос от Александра. Какие изменения в производительных силах и производственных отношениях происходят при контрреволюции? Если можно, например, и контрреволюция в СССР. Пожалуйста, спасибо. Значит, давайте разберемся, что такое производительные силы, в первую очередь. Производительные силы, это они делятся на два момента. Это люди, да, это люди, которые производят, и станки. Средства производства. Да, ну, станки, средства производства. Все правильно. Значит, в них никакого видимого изменения, вот такого, которое было налицо, его вы не увидите в результате контрреволюции. То есть, есть люди, которые работают вроде как на станках. То есть, вот так формально ничего не происходит. Но в производственных отношениях происходит полный переворот. То есть, отношения в производстве стали отношением капиталистическим. Что это значит? Это значит, что появились собственники производства, то есть, собственники средств производства, извините, собственники средств производства, которые стали вот у тех самых работников, у рабочих покупать рабочую силу. А следовательно, они стали этих работников и рабочую силу эксплуатировать. То есть, они стали присваивать неоплаченный труд работников. То есть вот это изменение отношений, оно изменяет, ну собственно говоря, способ производства просто кардинально поменялся. Это изменение случилось и сейчас вот мы видим то, что мы видим. Вот, да, наверное так. То есть у нас было производство, было производство непосредственно общественным, стало производством капиталистическим, то есть частно-собственническим. Все. Цели производства поменялись, естественно. Изнаняли цели, изменилась структура производства. Ну структура это другой вопрос, а вот цели да, потому что цель производства определяет все остальное. Цель капиталистического производства, как мы знаем, это производство стоимости в специальной ее форме, в форме прибавочной стоимости. А цель социалистического производства, или правильно говорить, коммунистического способа производства, это обеспечение полного благосостояния и свободное всестороннее развитие всех членов общества. Две принципиально разные цели. Да. У меня вопрос не по диалетике, а по стоимости рабочей силы. В 2022 году были его расчеты? Я, честно сказать, не помню. Кто-то считал, ну вы же понимаете, что это, во-первых, зависит от города еще, от места, где считают. Честно сказать, я вот таких расчетов именно в 2022 году не помню, чтобы кто-то делал. Вы можете взяться за это. Потому что, как известно, у нас инфляция достаточно высокая была в 2022 году, поэтому я думаю, что и стоимость рабочей силы увеличилась значительно. Почему в СССР в 1961 году сущность государства перешла в противоположность, а на Кубе после отката к переходному периоду сущность государства не перешла в противоположность? Значит, в СССР в 1961 году началась контрреволюция и произошел отказ от диктатуры пролетариата. То есть, прям непосредственно это было записано в программных документах КПСС. И это не значит, что вот тут у нас некоторые товарищи ходят и все нудят вот эту одну песню, что ну что же, если вот на бумажке мы написали отказ от диктатуры пролетариата, что значит диктатура пролетариата вдруг исчезла? Нет, это не так работает. Как раз то, что записали это на бумаге, это означает, что вся система уже была подготовлена к отказу от диктатуры пролетариата. Это на самом деле означает, что от нее отказались уже в бытии, ну как бы в жизни уже отказались некоторое время назад. В 1961 году это просто факт зафиксировали. Ну вот зафиксировали этот факт. Вот фиксация этого факта означает, что от диктатуры пролетариата произошел отказ и началось движение от переходный период, от социализма к капитализму. Там был про Кубу вопрос? Да, про Кубу. Значит, да, а на Кубе, про какое время-то на Кубе? Прошли первый год еще. Ну там сравнится почти на первый год. Так а сейчас Куба, что там, на Кубе, что же там, сейчас, какое утверждение-то мы обсуждаем? Ну Куба капиталистическая страна сейчас в данном случае. Все, что было, я зачитала. Непонятно? Непонятно. Просто там, почему ВСФ в 1991 году сущность государства перешла в противоположную, а на Кубе после отката. Переходному периоду сущность государства не перешла в противоположную. О каком откате идет речь? О откате куда? О откате не спросит слова. Можете показывать. Надо как-то уточнить, что какой период времени на Кубе имеется в виду? После. Да. Значит, вот пытаюсь разобраться в классах, ну понятно, благодаря буржуазии, но иногда еще в дискуссиях вылазит, значит, мелкая буржуазия. Что-то в дискуссиях вылазит. Это... Ну с коллегами, и возникает вопрос, собственно, в какой момент мелкая буржуазия может стать, ну буржуазия, то есть где-то вот, где-то переход. Очень простой переход. Очень простой переход. Значит, первое, тут вопрос не в том, что там, что мелкая буржуазия возникает в каких-то разговорах. У нас капиталистическое общество и производство капиталистическое. В капиталистическом обществе есть три класса. Первый класс – это рабочий класс, который класс, который продает свою рабочую силу. Второй класс – это класс собственников средств производства, которые эту рабочую силу покупают и нанимают работников для работы на средствах производства. И третий класс – это тоже собственники средств производства, но при этом, которые либо сами работают на средства производства на этих, либо для которых решающей частью их дохода является, они получают именно от дохода, от собственного использования этих средств производства. То есть, на самом деле, может быть мелкий буржуа, который нанял работника, и они там в четыре руки вдвоем на средства производства ткут, что-то делают, что-то ремонтируют и так далее. В этом случае, если доход, который получает вот этот собственный средств производства, если он больше 50% он получает от эксплуатации работника, значит, он стал уже буржуа. Если меньше 50%, он принадлежит все еще мелкому буржуа, потому что решающий. А что значит решающий? Ну, вот эта половина решает, куда отнести. Это является границей в данном случае. – Продолжение следует сказать. Ну, конечно. Ну, так сказать, на самом деле, такой переходной ситуации, она очень редкая. Есть у нас эти мелкие лавочники, которые сами сидят в своем ларьке там и считают, что они когда-то станут крупными буржуа. Конечно, никакими крупными буржуами не станут. Они сами вот на своих средствах производства работают. И они мелкими лавочниками так и останутся, либо перейдут, скорее всего, в… пойдут продавать свою рабочую силу, пойдут в найм, к капиталистам. Потому что при капитализме именно так и происходит. Благодаряющее большинство мелкой буржуазии становится пролетариатом. Ну, какая-то часть выйдется. – Еще вопрос на эту же тему. Вот есть такой термин – мелкобуржуазное мышление. – Да. – Все-таки что имеется в виду? Это мышление пролетария, ну, присуще пролетарию, и он хочет стать мелким буржуем, или это мышление, присуще именно мелкому буржуру? Что все-таки под этим будет заниматься? – Значит, здесь два момента. Во-первых, иногда, ну, под этим термином можно понимать разные вещи. Первое – это вот при капитализме мелкобуржуазное мышление – это мышление мелкого лавочника такого, который как бы считает, что там можно что-то развивать, вкладывая деньги в развитие малого бизнеса. Вот типичные представители мелкобуржуазного мышления – это, я не знаю, наш господин Медведев, который все время бегает с идеей о том, что нужно помогать мелкому бизнесу. Вот это у него мелкобуржуазное мышление в этом смысле, потому что, ну, как бы мышление мелкого лавочника. Он считает, что мелкий лавочник может что-то создать в капиталистическом обществе, что-то серьезное. Ничего серьезного мелкий лавочник создать не может, кроме того, как перепродавать там одно другое и там, ну, не знаю, машину ремонтировать, да и то не очень хорошо, скорее всего. Вот. Есть мелкобуржуазное мышление, которое приписывается рабочему классу в условиях, например, при социализме. И это мелкобуржуазность. Это как раз те родимые пятна, которые есть в обществе неполного коммунизма. Да, социализм – это неполный, ни разу это коммунизм общества с родимыми пятнами капитализма. И вот эти родимые пятна в том числе проявляются в идее о том, что нужно дать обществу поменьше, а взять от него побольше. И вот это такое, такие идеи, которые являются отражением капиталистического еще способа, капитализма в социализме, называется мелкобуржуазным мышлением. То есть это как родимые пятна. При социализме это просто родимые пятна капитализма, в мышлении в том числе. Они есть в мышлении, есть и в бытии, в производстве. Можно найти. Да, вот туда по поводу Кубы. Уточняли. Михаил Васильевич утверждает, что на Кубе после смерти Фиделя произошел откат к переходному периоду. Означает ли это он революсен? Значит, я там не знаю, что произошло на Кубе с документами партии. Если они, товарищи кубинцы, не отказывались от диктатуры пролетариата, это надо изучать специальным образом, то, в принципе, отката, изменение сущности государства могло и не произойти. Может в экономике произойти возвращение к переходному периоду, но при этом государство может быть все еще государством диктатуры пролетариата. Такое может быть. Вы только что сказали, что там капитализм. А? Вы только что сказали, что там капитализм. Нет, подождите секундочку. Сейчас-то там они уже все разрешили. По-моему, у них разрешена частная собственность. Разрешена. Там капитализм. Я еще раз. Я не являюсь специалистом по Кубе. Это надо отдельно изучать. Если Михаил Васильевич об этом говорил, спросите у него. Может, он знает. Я не знаю этого момента. То есть надо изучать, прям брать статистику по промышленности Кубы и смотреть, что там происходило в какие года. Для того, чтобы этот вопрос изучить. Все. Если вопросов больше нет, спасибо, товарищи. На этом заканчиваем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.